Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием F1 2019. Это будет моё первое знакомство с серией, потому что в предыдущие игры я не играл, и также играть я буду на геймпаде. Поэтому лучше, наверное, включить все помощники и так далее. Но я думаю, в самом начале они включены, я, честно говоря, пока даже не нашёл настройок в этой игре. Начинаем мы, понятное дело, с карьеры. Погнали, я уже создал персонажа и готов. Так, неужели здесь субтитры на английском языке? Серьёзно? Я думал, хотя бы русские субтитры будут. Мы стартуем вроде как с Формулы 2. Да, всё это, конечно, очень здорово. Ладно, давайте скипнем, наверное. Я уверен, это заставка будет 10 минут или даже больше. Итак, выбираем команду. Наверное, можно поменять язык субтитров где-то в настройках, но сначала нужно обнаружить эти настройки. Итак, выбираем команду. Ни одной из этих команд не знаю. Russian Time. Может быть, эту команду взять. Руководитель команды. Светлана Стрельникова. Производитель двигателя Мекохром. Мекохром, Мекохром. Везде Мекохром. Блин, ну давайте к нашим тогда залезим. Потому что я не знаю вообще ни одной команды. Да, выбираем, короче, Russian Time. Русский вперёд, как говорится. Академия Пилотов. Выберите Академию Пилотов. Вот Академия Пилотов повышает следующую репутацию. Мерседес, Феррари, Рэдбул, Рено, Макларен. Блин, а я даже не знаю, какую Академию выбрать. Может быть, Рено выбрать? Или Макларен? Не хочу Мерседес брать и Феррари. Либо Рэдбул, либо Рено, либо Макларен. Давайте Рэдбул, наверное, возьмем. Начать карьеру. Всё, я готов. Погнали. Форма уикенда. Свободные заезды, квалификация, гонка. Назначение шин. Назначение шин на уикенд. Здесь всё заблокировано. Квалификация. Один заезд. Давайте так и оставим. Прогревочный круг выключен. Протяжённость гонки 25%. Наверное, 25% и оставим. Естественно, мы не будем катать полное количество кругов. Это затянется на 3 часа, наверное, или около того. Уровень компьютерных пилотов. Так, сейчас на просто стоит. Давайте немножко повысим, не знаю, чтобы какой-то интерес был. Хотя, мне кажется, я не справлюсь даже и с простыми пока что пилотами соперников. Но 30% это до сих пор просто. Давайте 28% выберем. Так, параметры игры. Флэшбэки включены. А, тем более флэшбэки включены. Ладно, давайте 30 тогда поставим. Потом, если что, будем повышать. Я так понимаю, у нас всегда есть доступ к таким настройкам. Строгость к срезанию углов. Здесь нужно, короче, сидеть с этими настройками и настраивать по себе. Вот помощь мы всю включим, учитывая то, что я играю с геймпада. Хотя мастерство любитель, смотрите. Не новичок стоит. Помощь в торможении средней. Ладно, давайте пока так оставим, потом посмотрим. Начать сессию, а то здесь можно проторчать кучу времени. Поехали. Наш первый заезд. Так, а что-то про нашу команду говорят. Да, к сожалению, субтитры почему-то не переведены. Это очень странно. Поэтому надо все-таки где-то настройки отыскать. Я хочу знать, о чем он говорит. Я только три слова понял. Что-то произошло. Что-то, короче, какая-то механическая проблема, кажется. Сможет ли кто-то закончить эту гонку? Возможно, это про нас. Так, ну что ж, вот мы и стартуем, похоже. Не знаю, о чем нам говорят, но я справлюсь. Как-нибудь без помощи. Я уверен в себе. Давайте мне управление. Я уже думал, на повороте дадут. И уже начал затормаживать. Так, ну что ж, мы на пятой позиции. Круг 34 из 37. Здесь мы немножко притормаживаем. И приближаемся к Рассу. Он на четвертой позиции. Ёшки-матрёшки! Вы должны понимать, что это была лишь обкатка болида. И я просто не справился с управлением, не привык к управлению. Сейчас всё будет совершенно по-другому. И, возможно, мы даже вырвемся на подиум. Кто знает. Это всё-таки первый заезд в карьере для новичков. Так что, наверное, по идее, я должен подиум брать. А это будет стыдно. Так, ладно, здесь мы тормозим. Аккуратно. Максимально аккуратно заходим в поворот. Тихо, немножко. Разводим. Так, вот здесь вот прям аккуратненько. На всякий случай. Траектория показывает, что я вообще здесь тормозить не должен. Машина моя не такая управляемая, как хотелось бы. Так, здесь мы притормаживаем. Нормально, нормально. Сильно от Рассела мы не отстаем. Сейчас будет у нас преимущество, если мне не дадут никакого штрафа за срез без мира с виной. Так, на прямой я не похоже, что я его отгоняю. Или я всё-таки приближаюсь к нему. Сокращаю ли я время? Разрыв. Я не могу отвлекаться. Вроде как я не приближаюсь к нему. Но и сильно не отстаю. Так, заходим нормально в поворот. Вот здесь вот я тоже должен на полном газу, похоже, проходить. Опасно. На всякий случай я сбавлю сброшенной скорости. Я приближаюсь к Расселу. Я дышу. Я дышу ему вбок. Не совсем в спину. Так, может... Свинячийся прорваться вот здесь вот, как вы думаете? Блин, он не даёт, он не даёт на самом деле. Вот здесь вот можно попробовать как-нибудь. Так, небольшое столкновение. Ничего страшного не произошло. Я всё ещё за Расселом. И пытаюсь как-то его объехать. Мне кажется, я не должен был менять сложность вообще. Не должен был его трогать. Да, если бы я не поменял сложность, я бы уже, наверное, на первой позиции был. В итоге я даже Расселу не могу догнать. Так, ну ладно, это 35-й круг. У нас ещё есть время. Серьёзное столкновение. Крыло пострадало. Просто ужасный обгон. Но, тем не менее... Тихо, 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 тихо. Держу машину. Держу, ловлю. Но, тем не менее, я обогнал этого ублюдка, наконец. И теперь я на четвёртой позиции. Здесь мы притормаживаем. Далее у нас Норрис. Я хочу подиум теперь взять. Хотя бы третьим приехать. Смогу ли я это сделать? Не уверен. Так, тихо, тихо, я немного на поребрик заехал. Блин, смотрите, как он отрывается. Просто как сумасшедший ублюдок. Хотя сумасшедший ублюдок в этой гонке только один. И вы знаете, кто это. Я имею в виду, естественно, Вебера. Блин, засмотрелся. Заехал на газон, к сожалению. Вот теперь я не уверен в своих силах. Блин, очень хочу третью позицию взять, но, наверное, не смогу. Ладно, будем... Будем максимальную агрессию включать. Максимальную агрессию. Педаль в пол. Будем пользоваться флешбеками. Абсолютно всё насрать. Норриса надо вогнать. Иначе я и подиум не займу. Так, притормажу. Нормально, нормально, срез. Нет, штраф. Так, ладно. Мгновенный повтор пропуск. Ну, надо, надо как-то обучаться всё-таки. Так, ну, давайте стартанём. Здесь я более-менее нормально проехал. Так, я понимаю, у меня на X нужно нажать. Да, вот здесь стартанём, пожалуй. На повороте как раз. Сейчас нормально затормажу. Дышу, дышу опять в спину. Наслаждаюсь задницей. Вот здесь вот протиснусь. До свидания, до свидания. Всё, добро. До свидания, я говорю. Что я сделал? Я подрезал его, вы видели? Предупреждение. Столкновение с пилотом Норрис. Гонка вот заболена. Всё нормально. Никакого... Никакого... Свиного поведения. Ну, подумаешь, немножко подрезал. Третья позиция зато моя. Я предупреждал всех. Я кричал направо и налево, что включаю агрессию. Блин, ну, выбор, мразь. Сзади уже подъезжает. Вот здесь вот я теряю на этой связке машину. Так, ладно, нормально, нормально. Далеко он там? Блин, нет, он близко. На любом повороте сможет меня обогнать при любом удачном случае. Вот это вот срезки, конечно. Мастер-класс от меня демонстрируется. Тридцать шестой круг всем временем. На прямой он вроде как отстает. Так, ладно, надо сосредоточиться и сейчас нормально проходить повороты. И не засматриваться вообще на показателях. Любая секунда может стоить мне жизни. Давайте просто представим, что я реальный гонщик. И у меня нет никаких поапторов. Меня бы, конечно, уже пристрелили бы, наверное, за такое поведение. Не просто штрафы я бы получал и выпал из гонки. Меня бы, скорее всего, запинали, обоссали уже. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально, нормально, терпимо. Я чувствую, что могу лучше эти повороты проходить. Но пока они не привык по-прежнему. Так что лучше, наверное, не трогать теперь вообще настройки управления. Оставить их такими и просто привыкать к этим настройкам. Так, ну, перетормозил. Снова перетормозил. И выбор приближается. Я думаю, я смогу его не пустить. В случае чего. Ой, вот здесь вот слишком разогнался. Ладно, терпимо, терпимо. Да, он, смотрите, рядом. Он все пытается как-то меня обогнать. Немного на газончик мы заезжаем. Это последний круг. Надо просто продержаться. Вот здесь вот он с легкостью мог меня обогнать. Не знаю, почему он этого не сделал. Но я не стал смотреть назад. Какая-то ситуация. Снова отвратительно прохожу эту связку. Продолжаем движение. Победитель уже определился. Я снижаю. Не-не-не-не-не. Не, братан, ну это вообще не честно. Я просто засмотрелся на это говно, где уведомляли о победителе. Надо было сейчас отключить флешбек и попробовать пройти эту связку. Так, я зачем-то вообще отменил. Да, давайте попробуем нормально пройти. Сразу же вот здесь вот. Так. Ну уже лучше, конечно. Нам медленнее, наверное, даже получилось из-за того, что я не срезал. Что логично, конечно. Так, вот здесь это я не вылетаю. Выбрых, смотрите, на этот раз отстал. И третья позиция великолепная. Первый заезд в Барселонии. Третье место, между прочим. Вы только посмотрите, как ребята радуются. Я надеюсь, это моя команда. Я забыл, как моя команда называется, на самом деле. Russian Time. Что-то такое. Баттлер у нас занял первую позицию. Машет всех. Все радуются. Смотрите на их улыбки и на их деревянные лица. Они счастливы. Вот этого чувака справа, который расположен был. И можно точно сказать, что у него улыбка до ушей. Так, десятое место нам продемонстрировали. И вот он я. Вот он я. На третьей позиции. Сейчас бы плескаться. В аплодисментах и в шампанском. Смотрите, как я счастлив. Да, короче, надо глянуть. Забавно все это выглядит. Надо глянуть, что там по субтитрам. Неужели действительно не переведены субтитры? Я так понимаю, цель на самом деле первое место. Мне нужно дальше уже постараться. 15 очков мы получили. Время минуты 34. Позорное время. Посмотрите на время других гонщиков. И только из-за моей агрессивной езды я смог взять третью позицию. У всех минута 32. У меня минута 34. Худший результат просто. Худший среди худших. Так, ну ладно. Мы повторять, естественно, не будем. Следующий заезд, я уверен, будет лучше. Главное сосредоточиться и верить в победу. И в свой болид, в свои силы. Встреча с прессой. СМИ пристально наблюдают за пилотами Формулы-1. И общение с представителями прессы серьезно влияет на карьеру. После любой сессии и гоночного уикенда вас могут попросить прокомментировать ее итоги и ваши показатели. Ваши ответы на вопросы интервью могут повлиять на репутацию собственной команды и у соперников. Настроение исследователей и ваше амплуа. Серьезность или зрелищность? Не торопитесь с ответами, но и не затягивайте время на каждый ответ в интервью ограничен. А отказ отвечать может обидеть журналистов, из-за чего будущем они начинают задавать более жесткие вопросы. Так, интересно. Я готов, да? Так, здрасте, здрасте. Только вот проблема в том, что русского языка нет. И я сейчас, скорее всего, не узнаю, о чем они говорят. Здрасте, здрасте. Так, мое первое выступление на публику нужно расслабиться, держать себя в руках. Так, главное не ударить журналистку. Я постараюсь. Не ударить журналистку, не ударить журналистку. Но, может быть, вопрос будет продублирован на русском, когда мне будет время отвечать. Так, идеально, она меня решила обнять, пощупать. Кто не хочет пощупать великолепного гонщика. Так. Что-то про перспективу. Это ваш третий уикенд с Лукасом. Как вы осваиваетесь? Я хорошо, команда работает великолепно. К тому же, Вебер исключительно пилот. Мне нужно осваиваться. Я профессионал. Мне не нужно осваиваться. Я профессионал. Я делаю свою работу, а остальные команды свою. Команда работает великолепно. Серьезность увеличена. Почему мы не пропустили такого пилота, как Лукас Вебер? Хотя об этом просила команда. Да я вообще не слушался команды. Вероятно, я должен был. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться перед Лукасом. Отлично. Ну, естественно, я набрал стрекор, был лапши на уши журналистам навесил. И довольно я возвращаюсь с серьезным хлебалом. Так, ну, похоже, наша команда на самом деле не особо довольна происходящим. О, я извиняюсь, а я перестану? Даже... Даже, смотрите, переговоры между пилотами. Какой-то сюжет есть, похоже. Коварик в зазе проезжает. Напряженные отношения. Что-то он там ненавидит. Все, что я успел перевести. Лукас likes to talk a good game about the whole team thing, but the fact is, if you're in the same situation, do you really think he'd let you pass? I would. See the hesitation? Anyway, doesn't matter who wins. Next season, I'll be spending my Sunday afternoons atop the F1 podium, while you two will be teaching kids to drive go-karts. Good luck, yeah? Look, I understand why you did it. Do you really think an F1 team will allow you to just drive however you want? Come on. В общем, настоящая драма и конфликт между пилотами, как одной команды, так и других команд. И в настройках я все-таки нашел русский язык, русские субтитры. Не знаю, почему изначально стояли английские субтитры, несмотря на то, что игра сразу запускается на русском языке полностью. Кроме субтитров, опять же. Это было странно, так что часть сюжетки мы упустили. Большое огорчение. Так, здесь у нас битва идет. Только взгляните на них. Батлер нагнал соперника по чемпионату. Батлер отчаянно старается не позволить противнику обойти его. Включил агрессию, как и я. А вот и столкновение. Батлер не оставил обоим никакого пространства для маневра. Столкновение было не избежать его от результата, а значительный ущерб машине. Вот же крыса. Ясно было ли это безрассудство или просто выплеск агрессии, но стюарды наверняка не оставят этот инцидент без внимания. Да ему штраф сейчас накинут и казнят, я уверен. После такого маневра, ну что это такое? Вот я максимально бы осторожно обгонял. Вы же сами видели мое поведение. Я все гораздо тщательнее продумываю. Выбираю пространство. Момент, точнее, с пространством для маневра совершения. Так, вот не вписываюсь немножко, конечно, в поворот. Так, оштрафовали его. Поднажми, ты все еще можешь что-то сделать, победить. Так, тихо, братан, я засчитался. Немного сошел с раз на газон. Так, у нас сейчас 11 позиция, мы приближаемся к сопернику. Я думаю, хотя бы пятую позицию мы, может быть, сможем вырвать. Главное, этого ублюдка похожего обогнаться. Так, тихо, приторможиваем. Придется тащиться за ним какое-то время. И вот здесь, возможно, на повороте мы сможем обогнать. Или нет? Нет, он закрывает мне выезд. Блин, ну и пять кругов у нас всего лишь. Он, по-моему, сказал, на каком он месте сейчас, если он выехал вообще. Тихо, тихо, тихо. Небольшое столкновение, пострадало крыло. На шестом месте. Шестое место. Так, понял, понял, приду. Нормально, обгоняем. Мы на 10 позиции, а он на шестом месте. Нет, мне кажется, это нереально. Это невозможно просто. Будет удивительно, конечно, если я справлюсь. Но, скорее всего, я проиграю этому говнюку. Я, скорее всего, где-то на седьмой, может быть, позиции смогу забрать. За один круг я отыграл только одну позицию. Ну, хотя, может быть, и есть шанс, на самом деле. Если я научусь нормально заходить в повороты, буду нормально контролировать болид и обгонять сразу же соперников, как только я приближусь к ним. Может быть, и есть шанс, на самом деле. Вот красу уже, смотрите. Близко нахожусь. Так, вот здесь вот обгоняю. Насрать. Так, нормально, нормально. Но пространство для маневра было, как вы сами видели. Но, несмотря на красивый обгон, у нас девятая позиция. А соперник на шестой. На шестом. А он до сих пор на шестом. Он не теряет позицию. Но, скорее всего, он и не отыграет позицию. Скорее всего, он будет сохранять шестое место до конца гонки. Но проблема в том, что уже 37-й круг. Так, хороший отрыв. Жалко, конечно, русской озвучки нет. Потому что приходится отвлекаться на субтитры. А здесь любое отвлечение. Блин. Я старался затормозить как-то. Ну ладно, обходим нормально. Пострадало крыло. Видимо, повреждения неполные. Так бы у меня уже и колеса отвалились, скорее всего. На пару мест всего лишь. Я на восьмой позиции. 37-й круг. Я должен успеть. Альбан. Братан, пропусти, пожалуйста. Дело всей моей жизни. Я вот здесь вот проеду. Спасибо. Так, отлично. Седьмая позиция. Батлер на шестой. Он впереди. И я подъезжаю. Блин, может его подрезать тоже. Но, скорее всего, я штраф буду безумно получу. Хотя я пока что... У меня стоит щадящая, видимо, система штрафов. Достаточно трудно штраф вообще получить. Только если срезать супер по-анагому. Так, ну я приближаюсь. Три круга мне вполне хватит, чтобы его обогнать. Я думал, у меня нет никаких шансов. Но, как оказалось, даже слегка с покоцанными крыльями, я вполне себя уверенно веду на дороге. Не приближаюсь. Медленно, но верно. Я скоро начну дышать сопернику в спину. Так, здесь мы тормозим. Этот вот поворот не самый удачный. Но я приблизился. Прямо очень сильно к нему. Как никогда раньше. Я готов его уже обгонять. Я уже, думаю, на траектории обгона. Так, или нет? Нет, к сожалению, я выехал. Выхал мы газон. Это плачевное у меня закончилось. Я отстал в итоге. Серьезно. Ну ладно, у нас два круга есть. Нормально, нормально. Я думаю, смогу даже двоих обогнать. И взять, может быть, даже пятую позицию. Твою мать. Если я вот таким говном не продолжу заниматься. Постоянно отвлекаясь. Нужно просто молча проехать по сосредоточенности. Максимально напряженная ситуация. Тридцать девятый круг уже. Блин, вот теперь я сомневаюсь в своих силах. Они вроде так близко, но при этом так далеко. Если я сейчас снова заеду на газон, то это все тоже пропало. Может быть, они ошибутся кто-нибудь. Дайте, твою мать. Ладно, вроде как я немного в скорости потерял. Да, и в итоге приблизился к ним максимально вплотную. Он все-таки отыграл позицию, кстати. Мне теперь нужно как-то двоих соперников объехать. Они занимают всю трассу. Как мне их вдвоем объехать? Вот так вот, наверное, по-крысиному. Как я люблю. Так, нормально все. Тридцать девятый круг. Едем спокойно, движемся. Огромное количество ошибок, конечно, с моей стороны. Может быть, стоит использовать постоянно перемотку. чтобы как-то привыкнуть и стараться не совершать вообще ошибок. Но пока все идет достаточно неплохо. Я даже оторвался в итоге от них. Может быть, я другого соперника смогу даже обогнать. Тихо-тихо. Начинаю привыкать к своей машине. Не, но я его вообще-то не вижу. Да, там разрыть безумный какой-то. Сменеваюсь, что за один круг я смогу хоть немножко приблизиться. Вон он, но я его увидел. Но это последний раз, когда я его увидел, скорее всего. Так, Девин седьмой. Мне наплевать. Я уже про него давным-давно забыл. Он уже в прошлом. Да легко в прошлом. На меня ждет только великое будущее. Великие свершения. Блин, вот опять немного на газон заехал. Будто чуть-чуть не хватает для свершения идеального поворота. Так, ну я уехал далеко нормально. Все, можно финишировать со спокойной душой. Можно даже уже без агрессии просто ехать прямо, аккуратненько. Стараться вот как раз-то изучить эти повороты. Потихонечку поворачивать. Здесь вот нормально прошел. Все, клетчатый флаг, пятая позиция. Сейчас посмотрим, будет ли наша команда довольна таким результатом. Но соперник я дарю. Молодец, хороший финиш. Ты совершил рывок и сделал то, о чем мы просили. Отлично. Пожалуйста. Я всегда готов пойти на все ради команды. Еще одна фантастическая победа команды Карлин. Ну что, Дэвиде? Что рассказать, расклад менялся постоянно. Сегодняшний победитель ждет настоящий триумф. Честно говоря, я удивлен, что Батлер оделся за это столкновение простым штрафом. Но когда я увидел, как соперник, которого он сбил, догнал и победил его, в общем, оно того стоило. Да, вот такая вот невероятная победа. Как мы с вами видим, пришло время для позиума. Своя команда сходит Карлин, выходят ее гонщики. Это превосходная победа для команды. Теперь взглянем на турнирную таблицу. Лидер показал плохой результат, и его отрыв от соперников сократился. Но мы на пятой позиции, что не очень хорошо для нас. После такого выступления летит я. Может, по праву гордиться таким выступлением. Переходим к команду. Смотрите, кстати, у нас хорошее время круга, даже удивительно. Минута восемнадцать. Как я такую результат сумел показать? Неизвестно. Так, ну что, будет какое-нибудь интервью? Сегодня вы здорово потрудились. Расскажите, что думаете о гонке. Так, это трудно, но приходится ехать дальше и надеяться, что получишь хоть несколько... Как только я осознал, что машина все еще может ехать, я продолжил гонку. Зрелищность увеличена. Вы когда-нибудь думали, что вновь отвоюете свое место у такого пилота, как Девон Баттлер? Я поражен, что так случилось. Его штраф помог, но вот столкновения не должно было быть. Девон получил штраф. Мне показалось идеальной возможности его догнать. Разрыв был огромный, но нужно ехать дальше и смотреть, что произойдет. Давайте вот этот вариант выберем. Серьезность увеличу. Вы и Лукас Вебер в последнее время набрали много очков. Как вы думаете, каковы ваши шансы завоевать звание чемпиона? Я не хочу загадывать, я предпочитаю говорить на трассе. Наши результаты являются отражением невероятной работы всей команды. Но это не ответ, мне кажется. Есть ли шансы? Здесь нет ответа. Сохраняем прекрасную динамику, и это превосходное ощущение. Давайте, короче, не хочу загадывать. Две секунды оставалось. Отлично, вот и все. А, вас-то я искал. Ну, что сказать, пожалуй, по-другому не скажешь, но мне очень жаль. Жаль, что я относился к вам с уважением, которого заслуживают все гонщики, потому что вы-то точно не заслужили. Ни один из вас такого грязного вождения в жизни не видел. Это за бред. Вот именно, я занимаю полосу, и в меня врезаются, кстати... Я в порядке, спасибо, что спросили. А потом все еще и выписывают штрафу за такую радость. Поверить могу, да ты заслужил этот штраф до последней секунды, если не больше. Ведь только разбил чужую машину. Ты хоть задумался, что мог покалечиться? Да, я! Ладно, но выиграешь любой ценой твоя стратегия, не наша. Так что берегись. Да, мне плевать. Так что держись от него подальше, старайся... Не то он постарается тебя втянуть в столкновение, понимаешь? Давай подготовимся к пресс-брифингу. Вот мы в Абу-Даби. Все события Формулы 2 вели нас к этому моменту. Последние гонки чемпионата. Гонки, что по нашим ожиданиям, обещают стать невероятно увлекательным зрелищем. Итак, трасса на острове Ясса предлагает на 21 поворот. Возможность обойти соперников. Здесь есть и длинные прямые, и парочку высокоскрасных зон. На 8 и 11 поворотах. Значит, соперничество будет жалким и быстрым. А болельщикам, несомненно, оно доставит немало удовольствия. Последний раз в этом году ко мне присоединился Дэвид Вальсеки. И от Дэвида я рад, потому что мне определенно понадобится помощь. Нас, несомненно, ждет увлекательная гонка, да? Да, ты прав, Вальс. Это идеальный финал. Два кончика, соперничающие на протяжении всего сезона, выйдут на последнюю гонку с одинаковым количеством набранных очков. Они оба возглавляют турнирную таблицу. А это значит, что тот из них, кто первым пересечет финишную черту, и станет чемпионом. С нетерпением жду этого. Это все новости на сегодня. Что ж, друзья, на этом мы, пожалуй, остановимся. Всем спасибо за просмотр, и до новых встреч.